От трагедии до фарса. Настолько смешно, настолько нелепо выглядели наши власти. Мы справились с проблемой, спасибо всем, как они сваливали просто пачками из Москвы. Это мощнейший удар. Всего за два дня Россия прошла от трагедии до фарса. Ну, на самом деле, военный мятеж, наверное, полноценно можно назвать трагедией. И все мы сидели, наблюдали за новостями с большим напряжением, чем оно было во время мобилизации. Ну, и то, во что превратилась эта ситуация к концу, к середине этой недели. Ну, честно говоря, я вообще такого в истории не припомню. Чтобы настолько смешно, настолько нелепо выглядели наши власти. И их потуги показать, что ничего не произошло, все нормально, все спокойно. То, как закончился военный мятеж, или военный мятеж, можно его в кавычки поставить, вы уже прекрасно знаете. В будни, в понедельник, Кремль анонсировал историческую речь Владимира Путина, которая поменяет все. Как оказалось, Владимир Путин вышел и сказал, мы справились с проблемой, спасибо всем, кто был рядом со мной. Ну, короче, как на поле чудес, передал приветы и поблагодарил публику. Честно говоря, это вызвало полное недоумение у всех политиков и медийщиков. Но у нас сложилось ощущение, что что-то там почикали все-таки. Встроили они одни планы, потом испугались, как и при мятеже. И все поменяли. Что касается того, как этот мятеж скажется на системе власти, а он, естественно, скажется, мы это прекрасно видим, потому что она явно не контролирует ситуацию. Сейчас чиновники, Путин и все остальные работают на имидж, чтобы максимально его восстановить. И, само собой, наверное, на глубинную публику это прекрасно сработает. На ту, которая не особо знает, что происходило на самом деле, не особо следит за независимыми медиа и получала только порцию информации от чиновников. И сейчас он выходит, Путин говорит, эх, никакого мятежа все равно бы не было, он не добился бы никакого успеха. И спасибо моим друзьям, чиновникам и пропагандистам за то, что мы сообща решили эту проблему. Как они сообща решили эту проблему, мы все знаем по сайту Flyradar, как они сваливали просто пачками из Москвы, кто под Валдай, кто, я так понимаю, вообще за рубеж, и неизвестно, еще вернулся или нет. Все разбежались буквально в течение полдня. Отличный показатель для всех, для всех политических акторов, как это будет происходить на самом деле, если появится действительно мотивированный человек, внутри или снаружи, который захочет захватить власть. Все разбегутся моментально, включая Ахматовские полки, которые стояли, выждали, такой засадный полк, который там, ну что, они ушли, ушли, не ушли, еще можно все, можно вылезать. Полиция точно так же действовала, мои коллеги из двойного дна, вам об этом прекрасно рассказывали. Резюмируя, конечно, на публику, основную массу, основное население, эта мантра сработает. Да, конечно, все будут в небольшом недоумении. Многие действительно поддерживали Пригожина. Мы, наверное, можем предполагать, что Пригожин действительно за последние недели стал вторым по популярности в России человеком. И публичный конфликт президента со вторым по популярности неформальным лидером – это все-таки проблема для даже глубинного народа, который не разбирается, не пытается разбираться в политике. Но для либеральной общественности, демократической общественности, что самое большое для системы внутри – это мощнейший удар. Это мощнейший удар для президента и его команды на международной арене. Казалось бы, что еще может быть ударом для России на международной арене? Ну так это удар под дых, когда тебя спасает президент Республики Беларусь, которого два года назад ты спасал сам. Вот та ситуация, помните, когда Лукашенко как сумасшедший бегал с автоматом, вот в ней сейчас оказался Путин. Наверное, менее, ну как-то более короткий период времени, но в штаны наложил он гораздо больше, потому что к нему люди не на лавочках разутые вставали, а ехали на танках. Есть и бенефициары в этой истории, их, может быть, будет больше. Понятно, что Путин из принципа не поддастся и не будет пытаться как минимум сейчас увольнять Шойгу. Да и как, ну, уволишь ты, а кого ты вместо него поставишь? Герасима, так ее тоже просили уволить. Остальные там из ВДВ разбежались, кого уволили, кто дискредитировал себя еще при первом наступлении в феврале. Поэтому тут перемен не будет. Но те, кто как бы теперь должен прикрывать зад Путину, начинают просить у него ништячки. Вот Золотов попросил для Росгвардии танки. Вот представьте, по сути это подразделение полиции, которое раньше было частью. Вот эти гвардейцы-кардиналы себе теперь просят танки. Ну, причем я уверен, что они также и на танках будут быстро улепетывать, когда возникнет первая опасность. Думаю, что Рамзан Ахматович Кадыров также будет сейчас просить себе, ну, либо денег, как обычно, либо какие-то чрезвычайные полномочия и оружие. Вот так заканчивается этот кризис для Владимира Путина. Но очевидно, что круги по воде будут расходиться еще долго. И для режима этот удар, ну, может стать таким, наверное, непоправимым.